Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры и инвесторы. Вы находитесь на канале Двигатели Дойнова. С вами, как всегда, Александр Сударев и сегодня мы находимся в нашей съемочной студии, в которую к нам приехал Виктор Арисов. Сегодня он поделится с нами последними новостями по результатам своей деятельности и я думаю, что каждый из вас сможет узнать много нового и интересного. Приятного просмотра. Виктор, рад приветствовать вас на этот раз в нашей студии. Совсем недавно мы были у вас в гостях, а теперь вы находитесь в Совалмаш. Добрый день, тоже рад, но могу поправить. Вы приезжали в гости, а я приезжаю к себе домой. Да, так оно и будет. То есть, в принципе, я чувствую себя дома здесь, да, Совалмаш. Это тоже часть, часть меня, да, или же я часть этого. Ну, не знаю, сложно сказать, но я здесь чувствую себя дома, поэтому я приезжаю к себе домой. Конечно, можно почаще приезжать, но можно наладить прямой канал телепортации. Было бы неплохо на самом деле. В ИХА и Москва. Мы были бы очень даже рады этому. Да, Зеленоград. Зеленый коридор надо открывать. Да. Поэтому тоже рад, когда я здесь, чувствую себя неотрывной частью этого всего процесса. И тоже рад. Здесь меняется намного быстрее, чем в ИХАе. Хотя многие могут думать, что в ИХАе тоже быстро меняется. Ну, конечно, мы динамично, совместно делаем, поэтому все очень даже радует, как все растет. Я здесь заметил после прошлого раза, когда я здесь был, это был май прошлого года, за полгода. Я нахожусь здесь в студии, теперь в своей, в собственной студии, да, Совальмаша. Конечно, это впечатляет. Новый со всеми уровень. Поэтому тоже впечатляет и заставляет делать такие же шаги и в Китае. Потому что для меня, не знаю, то, что Китай, что Россия, что это, мы идем на рынок не одной страны. Да, поэтому вот эта связь, что мы хотим выходить на совместные, на мировые рынки, то, что нас должно двигать. Да, мы не направлены на экономику какой-то одной страны, мы направлены на экономику нашей компании. Да, на экономику Совальмаша и всех, собственно, кто в него входит. И где будут открываться филиалы потом, это мы должны смотреть открыто, чтобы это было гораздо шире. Не смотреть узконаправленно. Да, я с вами полностью согласен, действительно так. Поэтому то, что я оказался в Китае, с Германией, ну если не шло где-то в Европе, ну пошли там, где идет, надо искать пути. Вот, поэтому тоже застопариваться слишком на, только на российском рынке, это смертельно. Конечно, путь осилит идущий, тут как бы по-другому не скажешь. А вот когда потянутся другие, и российский рынок потянется. Ну потому что тоже рынки есть рынки, и там, где идет, нужно выходить туда. Конечно, это же процесс цикличный, я бы сказал. И один рынок подтягивает за собой другой. Потому что если где-то что-то стало популярным, то, скажем так, представители другого рынка посмотрят и скажут, о, какая интересная вещь, а давай мы попробуем, если простым таким языком. Виктор, а расскажите, вот с тех пор, как мы приезжали к вам в гости, какие интересные процессы происходят сейчас в Китае, в Германии, как бы что удалось, чего удалось добиться. Может быть в Таиланде какие-то у вас новости интересные, как бы так немного наслышаны, хотим услышать от вас лично. Слухи распространяются, движения идут. Мы сейчас заканчиваем сертификацию как раз автомобиля P6+, на котором как раз тестировались, все наши съемки велись. Его еще увидят, я понимаю, видео еще только было частично показано. Но как раз на него заканчивается сертификация. Мы надеемся, что эта сертификация к концу месяца будет готова. И то есть мы готовы уже выходить на рынки Европы с этим автомобилем. Точно так же проходят сертификации как роз того мотоцикла хорошего, от которого у тебя очень хорошие впечатления остались. У меня тоже самое. Мне кажется, это любой человек, если я на этот мотоцикл, уйдет с довольным лицом, как минимум. Я на нем люблю больше всего, тем более по китайским дорогам ездить. Это просто замечательно. Можно обходить любые пробки. Ну и эта динамика, конечно, впечатляет. Но вот это движение, конечно, они вдохновляют, потому что эта техника готовится для рынков Европы. Ну, конечно, не только. Но когда есть европейский сертификат, то открыты дороги и для других стран. Одновременно, после как раз вашего отъезда, мы начали тестирование грузовых легких автомобилей. Они используют пока моторы DA100 SL, то есть 7-киловаттные. То есть уединенные версии. Да. И DA112 будет тоже идти. Все зависит от потребителя. Потому что в Китае пока заказ идет на скорости до 45 км в час. И понятно, что для скоростей гораздо больше. Полутора тонны грузовички требуют мощностей побольше. А вот, мне кажется, нашим зрителям будет очень интересно узнать, а почему в Китае ограничивается на 45 км? То есть это обусловлено самим трафиком, средняя скорость в городе или что это? То есть или это на частных предприятиях? Это чисто ограничения политические и экономические, потому что скорость 45 км не требует каких-то специальных сертификатов. То есть это техника, которая допускается на уличное движение. Это намного выгоднее для фирм, для промышленных направлений, потому что это не требует больших затрат на сертифицирование. Это скорости, которые позволяют безопасные скорости. Поэтому, если посмотреть весь рынок Китая, в основном скутера, мотоциклы, легковые маленькие автомобили, это скорости как раз до 45 км в час. Это основное. То есть это экономический фактор, который позволяет с минимальными затратами выпускать технику, которую можно применять. И в основном, если вы были, посмотрели, трехколесные вот эти средства ездят. Это компании, которые занимаются сервисом, обслуживанием, уборками, наведением порядка, озеленением. То есть вся вот эта ниша сервиса, она использует вот эти транспортные средства до 45 км в час. Но на сегодняшний день конкретно эти транспортные средства, они с ДВС или все-таки тоже на электрике? Нет, в основном это на электрике, если по Китаю заметили это. Есть с ДВС, старые вот эти коптилки, которые ездят, большие трактора, они с ДВС еще работают. Но большинство работают на электрике. Но то, что мы смотрим сейчас на нашу нишу, чем наши моторы отличаются, это моментом больше. Потреблением это понятно, но то, что больший момент позволяет перевести эту технику в горные районы. Если даже посмотреть по Китаю, по развитию Китая, то все транспортные средства, вот эти легкие, ездят в плоских местностях, где имеется рельеф такой плоский, в более горных районах электрика исчезает. Вот это и есть. Я смотрю на наши ниши. Понятно, что те ниши заполнятся, но когда фирмы поймут, что эту технику можно продвигать и в горных районах, а это наши тестирования тоже показали, что эти моторы даже не чувствуют этих горок, им все равно, потому что момент хороший, вот, и эта техника пойдет в это направление. А вот, кстати, здесь тоже же можно, наверное, поразмышлять немного на такую тему. Я так понимаю, что Китай – страна динамично развивающаяся, и вполне возможно, что высокогорные районы также будут как-то заселяться со временем. Вот классическая техника с двигателями внутреннего сгорания, насколько я знаю, она тоже довольно плохо начинает работать при разряженном воздухе, теряется мощность. Я как бы сам неоднократно видел, когда мощный тягач пытается забраться в гору, вот идет автопоезд, и просто вот встал, ему чуть-чуть не хватает. Его с чего-нибудь, с какой-то техники цепляют, толкают, как бы, да, дальше поехали уже. Вот что касательно электродвигателей, влияет ли на них это? То есть, необходимо ли им достаточное количество кислорода, чтобы работать? Мне кажется, что нет. По проводам кислород вроде бы не идет, я еще тоже не замечал. Может быть, какие-то микрочастицы проходят, не знаю. Это больше физики и химики туда пусть влазят, но для электромотора это все равно. Ну, то есть, опять же, получается, это перспективная ниша, которую можно занимать и работать на… То, что как раз видели первые электромобили, вот, например, даже «Канго», тот, который ездит еще до сих пор в Монако, там же мы по склону ездили, полностью груженная машина до двух тонн, она идет по наклону больше 40 градусов, в процентном смысле. Вот, там люди боятся просто садиться, потому что видно только звезды. Вот, показывает, что эту технику можно свободно использовать в этих районах. Вот, и то, что решается эта проблема, если ДВС уже не работает, где разряженный воздух, для электромотора все равно. Ну, главное, чтобы батарея, может быть, не распухла, да, если в космос вывозить. Ну, да. Ну, там нужно чем-то спрессовывать просто. Вот, то есть, решается, все вопросы решаются, да. Но недостаток кислорода или давление меняется. Это для электромотора, для электротехники это все равно. Ну, и параллельно отвечу на вопрос по поводу движений в Таиланде. Да, мы сейчас, те моторы, которые мы первые, в принципе, образцы тестировали на автомобиле на красном P+. Вот, эти моторы сейчас пошли первая партия в Таиланд. И для использования как раз в электромобилях, в тук-туках, и для электролодок, но уже больших электролодок. То есть, не то, что было представлено вот... Это было малоскоростное, то есть, были скорости предоставлены до 25 км в час. Но когда люди уже пробуют, хотят и чуть-чуть побыстрее ездить. Поэтому сейчас спрос на ДА-112 будет увеличиваться, потому что это уже позволяет ездить гораздо высшими скоростями. Но и плюс увеличение мощности позволяет больше перевозить людей. Потому что есть корабли, которые... лодки побольше размером. И вот это сотрудничество с Хэнерджи, Глори, позволяет привлечь большое внимание любителей экологии. Но это не просто любители экологии, это решение проблем загрязнения окружающей среды, которые сильно поразило Азию. Потому что перемещение всех промышленных центров и промышленных заводов в Азию повлекло за собой засорение рек, воздуха и окружающей среды и земли. И то, что мы позволяем с переходом на солнечную энергетику, на электромоторы, на лодки с применением солнечной энергии и электродвигателей, позволяет улучшить эту экологию. А ведь нужно же еще учитывать, что плотность населения, как правило, в этих странах очень велика. И дизельные моторы и тому подобное, коптящее, на каждом шагу, конечно, негативно. Как раз вот эти лодки в туристических районах, это как такси в Москве примерно. Ну, чуть-чуть плотность поменьше, пробок там нет. Но можно представить, когда эти дизельные выбрасывают массу этой гари, то люди не могут там жить. Поэтому переход на электрику и на солнечную энергетику позволяет изменить полностью не только экологию, но и качество жизни самих людей, которые там живут. Вот это и поддержка правительства, со стороны правительства и внимания прессы. То есть вот был премьер-министр, участвовал на смотре нашего первого проекта солнечной лодки. Это как бы подтолкнуло и движение в этом направлении подумать на применение более солидной техники. Поэтому я рассчитываю, что в будущем у нас пойдут даже и моторы помощнее. Но почему мы начинали с маленьких моторов, это как раз был ответ. Маленькая, малоскоростная техника вся работает в Китае от мощностей 800 ватт до 2,5 киловатта. Почему мы начинали с ДА-90, который 3 киловатта. То есть мы покрываем этот рынок. А рынок, я так понимаю, очень немаленький. По крайней мере, судя по тому, что мы там успели увидеть, это действительно большая часть транспорта представлена электротехникой в виде мопедов и тому подобное. Легкой какой-то техникой. Да, как раз это и есть. Это направление и это массовое производство, это настоящее массовое производство. Это не сотни штук, это миллионы штук. Если мы просто посчитаем, посмотрим, то Китай производит вот этих трехколесных, двухколесных транспортных средств миллионами в год. Это несравнимо ни с Европой, ни с Россией. С Россией тем более Европа чуть-чуть поактивнее в этом направлении. Поэтому рынок нужно учитывать и смотреть. Если мы хотим выходить на рынки, нужно смотреть, как мы войдем на этот азиатский рынок. То есть, получается, на сегодняшний день работа идет с тяговыми электродвигателями. Да, это основное направление. И то, что мы постоянно в ВКонтакте, и то, что мы постоянно работаем с Дмитрием Александровичем, да, наше решение такое, что основная работа по промышленному направлению будет происходить здесь. Смысла я не вижу. Тоже более активно подключаться на... Да, мы показали, что эта техника работает, но основные разработки должны производиться здесь. Все равно этот центр должен как раз и заниматься, Собольмаш должен заниматься разработкой распространения рынки. Это другое дело. Как мы будем продвигать это? То есть, нужно использовать эту уже базу, которую мы наработали в Китае. Нужно использовать, потому что это выход на рынки. И мы смотрим не на частного покупателя, а смотрим на компании, то есть на промышленное применение. То есть, фактически, получается принцип бизнес для бизнеса, такой B2B-сектор, а уже конечному потребителю мы продукт не предлагаем. На сегодняшний день такая политика, я так понимаю. Или она тоже может меняться? Нет, я так не стал бы рассматривать. Как раз конечный потребитель, кто конечный потребитель? Ну да, если рассматривать, кто уже покупает готовый автомобиль или лодку. Да, да, вот в этом смысле. Ну а если рассматривать конечный потребитель, кто применяет моторы, это производитель. Да, да. То есть, для производителей как бы как раз… То есть, мы на самом деле, то, что занимаемся автомобилями, мы говорим, производим. На самом деле, мы делаем прототип того же мотоцикла, того же автомобиля и отдаем его в производство. То есть, мы доводим его до финишной фазы, вот используя наш мотор, и потом отдаем в производство. То есть, у нас не стоит цель поставить производство тех же автомобилей. Мы должны показать, чтобы компании могли использовать наши моторы. Поэтому направлены не на частных людей, хотя частные люди не отбрасываются, мы помогаем. И многие уже убедились, что когда используют наши моторы и какие-то проблемы с контроллером, настройками, они обращаются ко мне даже, да. Не отказывают, хоть и время это занимает, но это важно, чтобы люди могли прочувствовать всю пользу или все возможности этой техники. Ну, это действительно серьезная работа, потому что в таком случае потребитель действительно понимает, чем он пользуется и какие возможности он имеет. То есть, вот это даже вот конечный потребитель, да, частное лицо. Даже имея эту технику, хоть мы и говорим, что сильно не нацелены, но мы не сбрасываем это. Потому что даже конечный потребитель, он в итоге покупает потом готовую продукцию у тех производителей, кто будет производить эти машины, мотоциклы, скутера, там еще лодки. То есть, все равно, или же будет эта компания проката, или еще какие-то компании покупать, или же частные, это рынок. На самом деле, рынок состоит из частных лиц. На самом деле, да. То есть, это, скажем так, уже та стадия, когда цикл завершается определенный. То есть, когда мы начинали, да, это было направление, чтобы привлечь людей, чтобы показать, что эта техника работает. Это были частные люди, которые брали и испытывали. Мы сами испытывали, да. Но со временем это подключение уже компаний. И в этом направлении надо идти. И самое большое количество компаний или производителей находится именно в Азии. Это невозможно сбросить с весов. Спасибо большое. Это очень интересно. Я думаю, что если у вас будут появляться какие-то новости, обязательно наши зрители смогут о них узнать. Так или иначе, они будут появляться. Вот, обязательно. Поэтому благодарим вас за сегодняшнее интервью. Желаем вам успеха в вашей деятельности. Желаем нам всем успеха. Потому что, по большому счету, мы делаем общее дело. И компания «Соволмаш» для всех является большим таким хорошим домом. Поэтому у нас все обязательно получится. Спасибо тоже. Спасибо за возможность тоже побывать здесь. За возможность пообщаться с людьми. За возможность выйти в эфир. Потому что это совместная наша работа. Да, это поможет нам совместно продвигаться. Это польза не только для отдельного взятого члена команды. Да, да, конечно. А это для всей команды. И для инвесторских команд, или же команды. И для «Соволмаша» в общем. Всего хорошего. Спасибо большое.